Здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин этот ролик будет продолжением моей рубрики бесполезные и вредные советы из интернета несколько роликов на эту тему я уже выпустил это будет третий ролик итак о чем идет речь осенью мы начинаем укрывать свой виноград очень часто у нас бывают вот такие кусты винограда которые почвой землей укрыть очень сложно и поэтому мы применяем какое-нибудь легкое укрытие например агроволокно либо похожие теплоизолирующие материалы и вот на одном сайте в интернете я нашел рекомендацию как укрывать кусты винограда легким укрытием кстати все материалы для укрытия они продают и агроволокно и скобы специальные вроде бы все нормально но давайте разберемся что же они предлагают прежде всего почву они предлагают укрыть черным агроволокном то есть под лозой вот здесь где у нас лоза лежит на поверхности почвы будет агроволокно скорее всего связано с тем чтобы лоза находилась таких комфортных условиях чтобы была сухая и не попадала на нее грязь затем устанавливаются специальные скобы либо дуги и все это сверху укрывается тоже агроволокном вроде бы все нормально но самая главная ошибка зачем изолировать куст винограда от почвы потому что у нас источником тепла зимой будет именно почва вот утеплитель который будет лежать на поверхности почвы на самом деле только будет отсекать тепло от почвы а сам по себе утеплитель которым мы укроем нашу лозу он никакого тепла не принесет да он укроет от ветра укроет от осадков но дополнительного тепла он не прибавит и если температура воздуха будет очень низкая то соответственно и лоза наша будет находиться точно при такой низкой температуре а вот когда лоза лежит на поверхности почвы а сверху укрыта каким-то утеплителем вот тогда у нас почва является аккумулятором тепла даже если почва у нас будет замерзшая все равно от нее идет тепло вот в этом случае категорически нельзя под лозу укладывать какой-нибудь утеплитель кстати проводил такой эксперимент вот взял вот такую лозу обмотал ее утеплителем хорошо обмотал положил на поверхность почвы и сверху укрыл полосами шифера чтобы не попадали осадки и в результате при морозостойкости сорта минус 22 градуса из 12 глазков живых осталось только три и самая главная моя ошибка в том что обернув эти лозы агроволокном я отсек вот это тепло которое подогревало бы мою лозу в ту зиму было несколько дней с температурой приблизительно минус 28 градусов и поэтому такой плохой результат зимовки а если бы я свою лозу просто положил на поверхность почвы укрыл немножко даже агроволокном сверху придавил все это либо доской либо обрезком шифера то в таком случае лоза получала бы тепло от почвы и скорее всего что осталось бы живой вот такие еще можно встретить рекомендации в интернете вроде бы все нормально даже облегчают наш труд продают все материалы но сама технология укрытия которая рекомендуется она вредная этому укрывая свой виноград никогда не изолируйте лозы от почвы почва зимой это источник дополнительного тепла именно из-за этого тепла наши лозы могут хорошо зимовать как я уже говорил в одном из своих роликов вот люди которые писали эту статью сто процентов к виноградарству не имеют никакого отношения поэтому всегда применяя какие-то чужие рекомендации в том числе и мои рекомендации старайтесь их проверить а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока